Приветствую всех! Всех братцев и милых сестриц! Вот, я уже понял, что из задних рядов должно быть не очень видно, я увеличил текст, насколько это возможно, но в таком случае буду все, что на экране, озвучивать. Итак, моя лекция о том, как на Русь приходила книжность и письменная традиция о трех ее источниках — греческом, южнославянском и западнославянском. Ну, начнем мы, конечно же, с греческого пути, потому что это самое очевидное, что приходит в голову, что если мы приняли крещение из Византии, то и у нас культура, в общем, такая же должна быть, как в Византии, в начальной точке, по крайней мере, и книжный язык тоже должен так или иначе ориентироваться на какие-то византийские модели или на греческий язык как таковой. Ну, я, как вы знаете, люблю проводить всякие параллели между языком и культурой и показывать зависимость одного от другого. Ну, и, конечно же, я не могу не начать с рассказа о византийской культуре вообще, какие моменты в истории их письменной традиции, в первую очередь, для нас будут важны. Ну, собственно, три пункта кратко. Сейчас их все раскроем в деталях. Что в Византии было две, скажем так, гуманитарных традиции — гуманистическая и астетическая. Потом, в Византии было общее светское образование. Это не значит, что, как в СССР, все обязаны были ходить в школу, но все могли получить такое образование, вне зависимости от того, чем они будут заниматься дальше. А вот отдельного духовного образования не было, вот как сейчас, ну, я не знаю, какая-нибудь там духовная семинария. Такого не существовало. Для того, чтобы писать по-гречески, нужно не просто освоить буквы, нужна особая орфографическая выучка. Это тоже не самая простая письменность. И третий момент, что в книжном греческом языке было два стиля — высокий и низкий. Не надо никак это примерять на какие-то наши категории, там, Ломоносова вспоминать. Это все совершенно по-другому. Сейчас мы это все в подробностях раскроем. Две традиции. Это традиции, условно называемые астетическое и гуманитарное. И гуманистическое, прошу прощения. То есть, что это такое? Ну, когда люди получают обычно не то, что какой-то определенный тип образования, а вот у них появляются склонности к определенным взглядам. Они, скорее всего, ценят какие-то одни качества, одни навыки, группируются как-то среди своих и так далее. И среди элиты это было достаточно четкое разделение. Это хорошо осознавали уже современники. Можно проводить какие-то параллели с другими эпохами. Скажем, допустим, в Америке консерваторы, демократы и публиканцы. У нас тоже, допустим, какие-то консерваторы и либералы. То есть мы видим, что это относительно типичный способ разделения элиты общества на какие-то два лагеря, которые обладают своими ценностями. В критические периоды эти группы сталкиваются. Но сегодня мы говорим преимущественно на той эпохе, когда они особо не конфликтовали. Потому что только-только в IX веке у нас закончилось иконоборчество. То есть отвергли идею, что иконы все же не нужны, что это поклонение идолам как к доскам. И появилась, устаканилась известная нам традиция, когда мы видим икону как образ. Чем же отличаются эти две традиции? Аскетическая традиция была распространена преимущественно среди монашества. Для нее характерен упор сугубо на христианстве и тексте, на отцов в церкви. Вообще в церковной жизни интересует что-то в первую очередь прикладное. То есть как там будет идти богослужение, какой будет устав, что можно делать, что нельзя, какие-то личные качества пестуются и так далее. Богословские высоты не очень интересуют, потому что это требует определенного интеллектуального уровня и серьезного вовлечения в интеллектуальную традицию. И что очень важно, к античности эта культура достаточно безразлична или даже враждебна, потому что античная — это языческая, то есть бесовская. А вот гуманистическая традиция совершенно другая. Она чем-то похожа на то, как в новое время ученые смотрят на мир. То есть античная традиция представляется некоторым образцом, несмотря на то, что христианство все равно в величайшей мудрости, которой в том числе предсказали приход Христа в наш мир и так далее, они были предсказаны еще античными мудрецами, поэтому это нужно знать, изучать. Очень ценится философия. В христианстве, в первую очередь, интересует богословие. То есть это, опять же, теоретическая, скажем так, область. А какие-то насущные дела разрешаются преимущественно практически. То есть есть даже принцип экономии через «и». То есть когда у нас, если какой-то имеет место спор, допустим, можно ли выдать замуж вот эту девушку за вот этого человека, что-то там должно мешать, какое-то конфессиональное разногласие. Это не смертный грех, не тяжкий грех, поэтому можно это разрешить, если это нужно для каких-то насущных задач. Вот так, например, могли смотреть на это гуманисты византийские, но для астетов, для астетической традиции это, конечно же, немыслимо. Ну и распространена больше всего эта культура, этот тип образованности, был среди бюрократии, основой византийской элиты, ну и также всяких придворных и светских интеллектуалов. Можно быть, конечно, и среди высшего духовенства, но это более редкая ситуация. Например, как патриарх Фотий, который устроил Фотий его схизму. Но это не так часто. Вот. Ну и просто пару примеров. Как раз-таки, как это осознавали современники. Мы видим слева Михаила Пселла, 11 век, где люди жили. Это писатель, философ, известный своим красноречием. Он был одним из воспитателей при дворе. Человек сугубо светский, как раз такой типичный гуманист, который прекрасно осознает, что вот он такой, а многие люди, они бывают другими. То есть он как будто говорит, что вот в нашем обществе люди, вот они, как правило, разделяются на два типа и так далее. А справа мы видим патриарха Михаила, с которым у Пселла были в какой-то момент конфликты. И вот он про него и про его родственников пишет следующее. Он нарочно говорит, что это не конкретный случай, такой вот человек. А это, в общем, типичная картина для нашей эпохи. Вот бываю такой я, а бываю такой, например, человек, как патриарх Михаил. У нас половина людей такие, половина сякие. Небольшая цитата. Он пишет текст по названию «Syncrisis», который представляет собой такую пародию. То есть он вроде с большим почтением обращается к патриарху, но на самом деле это Стёб. «Ты небесный ангел, я же таков, как есть, разумная природа, соединенная с телом. Я признаю, что я человек, существо изменчивое и непостоянное. Ты же один из всех, неколебимый и неизменный. Между нами горы, моря и материки. Все противоположно в них. Род Керулария, патриарха, славен. Псела, то есть автора, безвестен. Знания и мудрость Керулария приобретены без всяких усилий с его стороны. Псела, напротив, много времени провел над книгами, познал философию и риторику. Керуларий считает науки пустой болтовнёй. Псела их превозносит. Керуларий внушает людям ужас, ненавидит их, несет немирный меч. Псела сострадает ближним и не может даже видеть чужих страданий. Керуларий, демократический муж, ненавидит монархию, в то время как Псела принципиальный сторонник единовластия. Ну вот все основные какие-то параметры уже тут обозначены. Один получает образование с трудом, то есть это выучка, а другой получает свои знания в итоге какого-то божественного откровения, то есть с точки зрения Псела без особого труда. Ну, какие-то политические моменты тут тоже обозначены, отношение к империи и так далее, которая для, конечно же, гуманистов важна, потому что это продолжение античной традиции, и гуманисты считают, что величие православной церкви, оно напрямую связано с величием Византийской империи как государства, что, конечно же, совершенно не так у астетов, для которых это раннее христианское мировоззрение имеет место, что там тесарь, тесарь у бога, у богового. В общем, империя – это языческая вещь, которая скорее мешает спасению своим просто неправильным источникам, неправильным устройствам. Ну или еще, например, он упоминает, опять же, говорит о некоторых родственниках уже в таком более мягком ключе, но просто сравните. Старший из племянников – божественный муж, который не допускает к устам своим худую речь, не открывает уши свои для мерзких речей, всегда одинаков, не меняется в зависимости от обстоятельств, человек, ценящий прямоту и незнакомый с ложью, не вызывающий подозрений ни в ком другом и не подозревающий других, прост душой, не заботится о внешнем и ненавидит суету. Ну, действительно, описание какого-то, скорее, человека монашеского типа. А вот, например, другой. Младший, напротив, приятного нрава и обаятельного в беседе, обладает умением проникать в души и по внешним признакам заключать о внутреннем содержании. Этот человек доступный не для всех, а только для тех, кого выбрал сам, заключающий дружбу не сразу и не со всяким, но лишь с теми, кого хорошо знает и испытал. Он умен, как никто другой. Это вот по описанию уже, знаете, скорее какой-то джентльмен получается. То есть два совершенно разных культурных типа, и современники осознают, что, в общем, да, Византии и культуры две. Значит, теперь переходим к пункту прообразование. Я сказал, что не было особого духовного образования, было некое общее светское, начальное такое. Ну вот просто как пример, Климент Ахридский ездил в Константинополь, и вот что он там изучил? Научи же себя о миру и геометрии, и всем прочим еленским художествам. Там Омир — это в греческом приношении гомер, то есть это чтение классиков, видимо, в каких-то извлечениях небольших. Потом геометрия, понятно. Все прочие еленские художества. Ну не очень понятно, что имеется в виду. Возможно, это что-то вроде риторики и грамматики, о чем мы чуть дальше поговорим. Но, в общем, это выглядит, согласитесь, достаточно скромно. То есть это все образование, которое есть у взрослого человека. Все остальное, что он знает, он изучил сам. Теперь про орфографию. Я сказал, что греческий язык не очень прост для освоения, то есть нельзя просто изучить буквы и сразу писать. Нужно потратить определенное время на заучивание так называемых антистиков, то есть это противопоставленных хомофонов. В чем дело? Поскольку греческая орфография сложилась еще в древний греческий период, когда у нас Сократ, Платон и так далее, а сейчас мы говорим все же об эпохе через полторы тысячи лет. Язык очень сильно изменился, а орфография не изменилась. Из-за этого очень многие слова, которые раньше писались по-разному, стали произноситься одинаково, потому что очень многие сочетания звуков, сочетания букв стали произноситься одинаково из-за фонетических изменений. Ну, например, А, И, Э и то и другое читается как Э. О, И, Э, И, И, долгое, Э, Ю. Древний греческий стали читаться просто как И, то есть видите, какой долгий ряд. О и омега, то есть краткое и долгое О стало произноситься одинаково. Вот видите, очень много совпадений, но пишется это по-разному, и, соответственно, для грека было очень важно запоминать вот эти самые антистихи, то есть пары или иногда даже более длинные ряды слов, которые, опять же, пишутся по-разному, но произносятся одинаково. Ну, для того, чтобы грамотно писать, это нужно, разумеется, знать. Ну, вот некоторые примеры. Слова АВТИ, АВТИ — это может быть как ухо, так и она, в зависимости от написания. ЛИПИ, ЛИПИ — это либо грусть, либо форма глагола отсутствует. ПСИЛЁЗ, ПСИЛЁЗ — это либо высокий, либо тонкий и мелкий. То есть видите, иногда даже совпадение бывает вот настолько такое, что противоположность по смыслу не мешает существованию таких вот антистихов. Ну, или тоже очень часто, раз понимаете, когда пишете текст, и мисс, и мисс, и то, и другое пишутся по-разному, но, значит, в одном случае мы, в другом случае вы. Предносится одинаково. Вот таких антистихов было очень много, несколько сотен. Ну, и понятно, что на запоминание всего этого надо потратить достаточно большое количество времени. Ну, для сравнения, вот, например, реформенная русская орфография, там корней с ятем, которые нужно запомнить, как пишутся и так далее, их около, там, ну, по-разному подсчету, смотря на что включать, но, в общем, не более двухсот. В греческом таких по тысячу будет пар. То есть в пять раз объемнее вот эти правила словарного характера, чем у нас раньше было. Вот, теперь про язык. Я сказал, что в греческом языке различались высокий и низкий стиль. Мы, скорее, опять же, привыкли понимать это как что-то типа, вот, какой-то возвышенный язык, допустим, церковный, и низкий язык — язык простого народа. Вот, не совсем так было. Разница между низким и высоким стилем в греческом понимании была в том, что высокий стиль ориентируется на классиков античных, а низкий стиль ориентируется на, нельзя сказать, что он ориентируется на разговорный язык, но, в общем, на то, что есть сейчас, то, что понятно сейчас, ключевой момент. То есть для того, чтобы понимать текст на греческом высоком, надо было специально этот язык изучить. Ну, можно провести какой-то определенный параллель с церковнославянским у нас. Если вы будете сейчас по церковному славянскому читать без подготовки, вы, скорее всего, мало что поймете. А вот низкий стиль, он понятен любому человеку, плюс-минус образованному. Соответственно, не важно, какого типа текст, то есть это может быть текст церковный, может быть текст светский, может быть там личное письмо, может быть какой-то трактат и так далее. В зависимости от того, какие эстетические установки у автора, то есть, например, он гуманист или аскет, для него цен на античное наследие или нет, или, например, какова аудитория, он знает, что будут читать либо его коллеги ученые мужи, либо это будут читать простые люди скорее. В зависимости от этого выбирается регистр. Ну и вот забавный пример, который просто невозможен в Древней Руси, например, это что Лев VI мудрый император написал трактат, где каждая глава состоит из двух частей, которые разностуют стилем. Небольшая цитата. В каждой главе, состоящей из двух частей, первая часть отличается очень старательным оттическим стилем. Атика — это где Афины. А вторая часть является толкованием первой. Здесь Лев показывает себя глубоким знатоком древнего языка, превосходящим в этом отношении всех прочих современных ему знатоков древней эллинской речи. Сам Лев признает, что он намеренно писал каждую главу двояко. Часть, писанная на древнем греческом, предназначалась для диатус филеонотерус, то есть для более образованных монахов, а другая часть — для менее образованных, для неспособных найти в древнем тексте скрывающийся в нем смысл. Ну вот, немножко странно это с точки зрения практики звучит. То есть, казалось бы, если ты хочешь донести свою мысль, напиши — сразу понятно. Но нет, надо человеку показать, что он немножко по-разному будет говорить на одну аудиторию и на другую. И что не все способны понять, что он говорит в начале. Это была важная такая манифестация. Ну, теперь мы подходим к вопросу, который я поставил в начале. Типа, а вот можно ли считать, что древнерусская культура — это, по крайней мере, в начальной светочке наследница византийской? Как-то мы дальше по-своему идем, своим путем, но начало таковое. Ну, это скорее вредно утверждать. То есть, конечно, в целом это правда, но утверждение это вредное как раз по той самой причине, что, как я сказал, в Греции было две культуры, которые сильно были противопоставлены друг другу, и это в Греции все хорошо осознавали. На Руси у нас не было полного переноса той и другой культуры. Смотрим. На Русь приходит преимущественно аскетическая традиция византийской учености-книжности. Теперь давайте сравним. Возьмем ту же самую схему, которую я дала в начале для Греции, и сравним это с тем, что было в Руси. Значит, у грец была традиция гуманистическая и аскетическая, у нас же только одна аскетическая. Более того, разумеется, не в полном объеме, а в каком-то урезном, что успело прийти, что было нужно в какой-то момент, что успели перевести и так далее, понять. Вот. Была, конечно, и языческая какая-то народная культура, но у нее не было своей письменности, и не было литературной традиции, поэтому я о ней все не говорю, я говорю про книжность. Второй момент. У греков было общее светское образование, отдельного духовного не было, а для письма нужна была орфографическая выучка, достаточно сложная. Что же было у нас? У нас, в принципе, образование как какой-то самоцели, ну, допустим, сделать человека определенного культурного типа или подготовить человека к определенной работе. Там, в каком-то служении. Вот, как сейчас мы понимаем, зачем нужно образование. Такого не было. Образование — это был лишь инструмент для религиозного наставления, для катехизации, чтобы люди либо склонились к принятию православия, либо для того, чтобы они, уже приняв православие, ну, осознали, в общем, на что они подписались, то есть, каково основа веры и так далее, чтобы избежать вот этих негативных явлений двуязычества, когда ты считаешь себя православным, там носишь, допустим, крест, ходишь в крам, но все остальное у тебя совершенно языческое сознание, которое порицается. Чтобы такого не было, вот идет образование. Притом, прошу заметить, достаточно оно широко пошло, по крайней мере, в Новгороде. Мы знаем, что в Новгороде уже в первый век христианства было много грамотных просто горожан, в том числе женщин, детей учили писать. Вот. Что до орфографии, то немножко, да, нужно было запомнить определенные орфографические правила, я об этом чуть позже скажу, но это только в книжности. Если, например, хочешь писать для себя, например, берестяная грамота, то есть бытовое письмо, там никаких орфографических правил знать не нужно, там сама письма устроена так, что ты только зная буквы можешь автоматически писать все остальное сразу. То есть, ну, если совсем таким быть человеком проницательным, можно даже за один день научиться писать. Вот. И что, значит, до стиля, опять же, в Греции было два стиля, высокий и низкий, различались они разным отношением к античному наследию. А у нас, в общем, не было единого книжного языка, как в последние десятилетия станции известно. То есть, может быть, вы слышали вот эту тему, что был церковнославянский язык, а был древнерусский, и вот они как-то там друг с другом взаимодействовали. Это, как сейчас, в общем, не сейчас, в последние, в последние лет 30 уже выясняется, что эта картина не очень хорошая. И проще говорить, что книжный, просто письменный язык древнерусский распадался на 4 регистра. Это регистр, допустим, церковных сочинений, это регистр, так называемый, гибридный, то есть для всяких летописей, каких-то исторических трактатов. Это регистр деловой, то есть документы. И регистр бытовой, то есть, опять же, личные письма, какие-то надписи на стенах и так далее. И они все различаются, ну, серьезно, ну, то есть не то, что как разные языки, ну, там, да, где-то свои синтаксические конструкции, где-то будет своя орфография, где-то будет свой определенный набор лексики и так далее, который недопустим в другом. Ну, то есть, видите, это сильно большее различие, например, чем между современными стилями русского литературного языка. У нас прям орфография единая, у нас синтаксис плюс-минус допустим везде одинаковый. И, что важно, эти регистры не очень сильно пересекаются по одной тривиальной причине. Ну, потому что те, кто пишет тексты на этих регистрах, они просто в силу какой-то своей деятельности обычно им не нужно было знать другое. Ну, допустим, ты писец в какой-то княжеской канцелярии. Ты никогда не будешь писать церковных сочинений, никогда не будешь писать летописей. Просто это не нужно. И ты, соответственно, и не читаешь таких текстов, и не пишешь их, не упражняешься в этом вот идиоме таком. Ну, наоборот, если ты монах, то ты пишешь, допустим, только летописи или переписываешь церковные сочинения. Ты не будешь писать никогда документы, не будешь знать, как это нужно делать. Но, например, бытовое письмо, оно было знакомым плюс-минус всем. И я не буду сегодня об этом рассказывать, но у меня есть как раз лекция на ютубе «История древнерусской орфографии». Я там показываю, что образовывающие люди могли писать вот этим письмом бытовых грамот и совершенно некорректно говорить, что, допустим, люди, которые пишут берстяные грамоты, они были какими-то вот неграмотными. Просто было два разных стиля. Ну, как сейчас можно в мессенджере писать упрощенно, буквы большие не ставить, какие-то запятые пропускать, какие-то отдельные слова, типа вообще, что-то писать и так далее. Если вы так пишете, это не значит, что вы сразу необразованный человек. Это вы понимаете, что именно в этой ситуации, в личном сообщении, так написать можно. Но так нельзя написать, например, в сочинении в школе, нельзя написать в резюме при приеме на работу. Просто разные ситуации. Ну, так вот, почему так получилось, что на Русь пришла только аскетическая вот эта традиция? Тоже все опирается в какие-то практические соображения. Нужно понимать, что гуманистам, то есть людям носителям вот этой высокой культуры, которые, опять же, приемственно были бюрократами и так далее, редко монахами, миссионерами, им просвещение варваров, к которым к нам именно так и относились тогда, было совершенно неинтересно. Потому что карьерно это сомнительное предприятие, могут еще и убить, как, например, святого Адальберта, пруссы убили, голову ему топором отрубили за то, что он пришел проповедовать христианство. Ну и вообще, а зачем? То есть все равно эти варвары не встанут в один ряд с нами, и нет смысла умножать какую-то полуграмотность, что ли. Такая позиция. Потом, для миссионерства, то есть все же кто-то занимался миссионерством, монахи, но для этого не нужны античные авторы. Понятно, что знание античных авторов не принципиально для того, чтобы быть православным, для того, чтобы хотя бы понимать даже основы православия. Поэтому достаточно просто текстов церковных и желательно попроще. То есть, например, теология тоже не нужна. Это для людей уже образованных. А простым людям нужно знать, как креститься, какие службы идут, в какие дни нельзя, что есть и так далее. Кто составляет троицу. Ну, здесь вещи самые простые и базовые. Ну, и что надо понимать, сами эти миссионеры, которые были монахи-аскеты, им просто эта гуманистическая традиция не была интересна. Они ее не очень хорошо знали, потому что они за пределами начального образования к ней обычно не возвращались. И они во многом ее просто презирали, ну, потому что, опять же, это античное, это языческое, это бесовское. Поэтому и не было никаких предпосылок к тому, чтобы высокая греческая культура приходила к нам. Вот. Так, это случайно назад пошел. Ну, соответственно, вот уже мы перешли к вот этому моменту, когда происходит христианизация Руси. Нужно, чтобы кто-то тут этим всем занимался, чтобы какие-то книги тут были, монастыри были, какое-то было духовенство. Для этого всего, чтобы создать эту книжную культуру, необходим определенный корпус текстов. Ну, грубо говоря, библиотеку нужно какую-то составить. Вот. И какие же тексты переводились? В первую очередь, Псалтырь и Часослов. Потому что они нужны для богослужения, и они же нужны как раз для вот этого начального образования. То, что оно предполагалось заучивание их наизусть. Вот. Ну, и, соответственно, это Евангелие и иные тексты для богослужения. То есть, например, вся Библия, она была переведена впервые, по-моему, только в 1499 году. Почему? Потому что не было нужно. То есть, не было такого, что человек сам открывает Библию и читает. Это считалось, в общем, или просто ненужным, а в позднее время еще и приметы ереси латинской. То есть, православный человек не должен сам читать Библию, он должен слушать ее в церкви. Вот. А в богослужение не входит вся Библия целиком. Вот. Также это тексты, которые, ну, скажем, будут просто образцом для духовных людей. Это жития святых, это монастырские уставы, как, что нужно делать в монастыре. Это конкретное поучение, наставление. То есть, видим все тексты сугубо практического характера, которые нужны в духовной жизни каждый день. Вот. И, как, ну, тоже утверждают разные исследователи, в целом корпус текстов, который был перенесен, переведен в первые века на славянский язык с греческого, он похож на то, что было в средней какой-то греческой монастырской библиотеке. То есть, это, в принципе, неплохо, но это, мы понимаем, не весь вот этот огромный масштаб греческой культуры, который был в Византии. Ну, и может возникнуть вопрос, а вообще нужно ли это было переводить, то есть, даже если были к тому возможности какие-то, и можно ли это было перевести. Ну, конечно, это будет сильное утверждение, что какой-то текст, наверное, нельзя перевести. Это обычно считается какой-то, ну, такой утверждением фрика, что какие-то там слова непереводимы, например. Вот, но понятно, что мы сталкиваемся с разными трудностями, когда мы переводим на новый письменный язык текст простого бытового содержания и текст высокого, допустим, богословского. Ну, просто можно привести какую-то аналогию. Представьте себе, что вам надо, допустим, 20 век, вот там, Советский Союз, вам нужно перевести с русского языка что-то на какой-нибудь, там, я не знаю, чукотский. Конечно, вы без труда переведете что-то простого содержания, там, как жить, там, на собрании подскажут и так далее, вот, но если вы захотите перевести, например, какой-нибудь трактат, я не знаю, там, про, не знаю, там, гидролиз, например, ну, вы на каждом шагу будете понимать, что либо вы абсолютно все заимствуете, все термины, все устойчивые сочетания, все обороты из русского языка, например, либо вы должны столько придумать всего. А мало того, что вы должны придумать все эти термины, все эти конструкции, эти люди, которые будут это читать, они должны это еще и понять. Ну, вот, например, в частности, советская языковая политика по коренизации, когда хотели на все-все-все языки Советского Союза все-все-все перевести, чтобы все были они на равном уровне, она во многом из-за этого-то не состоялась, потому что это просто практически невозможно. Когда у нас есть одна традиция, которая тысячелетиями развивается, на ней наука и культура уже несколько сот лет, высокие такие, ну, европейские, а здесь у нас, ну, по сути, только бытовой язык, и ему только буквы придумали вчера. Это просто невозможно сделать все очень быстро, и тогда же было такое же понимание, что, да, мы просто не сможем, скорее всего, перевести на церковно-славянский язык вот какие-то высокие трактаты. И даже то, что было переведено, оно тоже требовало определенного понимания. Ну, вот, например, какое-то слово, там, единосущный. Ну, вроде понятно, что един — это один, там, сущий, ну, на слово суть, то есть какое-то бытие, ну, что-то связано с тем, что что-то имеется. Ну, вот что это слово значит само по себе, если вам отдельно не объяснят, вы просто, прочтя текст, не поймете. И так в очень большом количестве мест мы это сейчас не очень осознаем. Ну, и второй момент — а нужно ли было переводить, допустим, с заделом на будущее? А тоже, наверное, нет, потому что если человек способен понять текст высокой греческой гуманистической культуры, скорее всего, он просто греческий язык знает, притом не простой греческий разговорный, а греческий письменный. Нет нужды в переводах. Ну, точно так же, как, допустим, очень многие произведения там в России в XIX веке не переводились на русский из французского. Почему? Ну, потому что те люди, которые будут это читать, они все умеют говорить французский, умеют читать. Им это просто не нужно. Ну, такое же понимание было и тогда. Ну, так вот, значит, все равно, конечно, Кирилл и Мефодий, у нас святые братья в 860-е годы, в IX веке, они все же взялись за это дело. Давайте мы что-то переведем на славянский язык, с греческого, чтобы у славян было свое богослужение, как минимум, потому что это вот, ну, с точки зрения было почетно, что славяне входят в круг великих народов, которые славят Господа своим языком. А таких, обратите внимание, не очень много тогда было. Ну, то есть, это, соответственно, латынь, романские народы, греки, греческий язык, ну, там, грузины, армяне, готов было, евангелие. Ну, то есть, в общем, мало кто мог действительно позволить славе Господа своим языком в это время. И славяне, соответственно, ну, как бы с той же зрения образованного человека, они вставали на более высокий уровень, если у них была своя книжность, свой язык. Вот. Ну, вот они что-то перевели. То есть, это отдельные фрагменты, которые нужны для богослужения. Ну, там, я опять же говорю, евангелие, салтырь, часослов, там, что-то еще. Вот. И во многом это создало закрытый корпус текстов. То есть, ну, корпус, понимаете, это просто сборник текстов законченный. То есть, при желании, если вы очень образован, тянетесь к образованию, вы, у вас достаточно большое количество свободного времени, вы можете позволить себе прочесть, в принципе, вообще все, что написано на церковно-славянском языке. И, соответственно, вы будете считаться самым образованным человеком, максимальным, возможно, вот в этой среде. Это, например, отличает нашу ситуацию, вот славянскую, от того, что было, скажем, на Западе, латинской церкви. Потому что латинский язык, он существует с античности. Латинский язык — это не только язык богослужения, но язык учености, высокой литературы и так далее. И когда вы изучаете латынь, вы не только начинаете понимать католическую мессу, но для вас открывается огромный простор знаний для того, чтобы вы в жизни все это не перечитаете. Это знания совершенно самого разного характера. Не может один человек интересоваться всем, что написано на латыни и так далее. Это, в принципе, отличает эту ситуацию, что, например, католики, они не так, скажем, трепетно относились и к чистоте латинского языка, и к тому, чтобы как-то вот все было там строго по букве, как сказано. Потому что у них сама ситуация, которая не располагала. А у нас это было естественно, потому что если святые братья в начале письменной традиции перевели какой-то корпус текстов, и мы эти же тексты все там в течение многих веков, мы их все читаем, мы все заучиваем на языке и так далее, это, разумеется, со временем приводит к мысли, что, допустим, язык портится, нужно вернуться к изначальному славянскому языку и так далее. Я сегодня не буду об этом говорить, но, может быть, кто-то из вас знает, что вот эти всякие темы книжных справ бесконечные на Руси, ну, самое известное, это не Каньянская, но были и другие, там, второе же славянское влияние тоже, вот, может, кто-то слышал про такую вещь, что славянский мир в какой-то момент становится озабочен тем, чтобы вернуться к правильному церковно-славянскому языку, который был раньше. Для латинского мира эта ситуация немножко странная, вот так, не пришло бы просто в голову. Ну, соответственно, это предполагает немножко мистическое отношение к священному нашему славянскому языку. Вот. Ну, опять же, я сказал, что когда вы переводите текст с одного языка на новый какой-то, который только был создан письменно, создана была книжность, ну, вы неизбежно будете находиться в зависимости от того языка, с которого вы переводите. Поскольку почти все церковно-славянские тексты, они были переведены с греческого, то и греческий язык, разумеется, оказал очень сильное влияние на церковно-славянский. То есть некоторые даже такие люди, такие радикально утверждают, что вообще церковно-славянский — это искусственный язык, специально созданный как смесь славянского и греческого для определенных целей. И действительно, мы находим достаточно большое количество элементов в книжном, письменном языке, таких, которые не могут встречаться в разговорном в принципе. Не то, что там они раньше были, а потом как-то это стало высоким стилем, они в принципе не могут встречаться, потому что это вот все грецизмы. Вот несколько примеров. Я думаю, что не очень хорошо видно, и я все прочту. Ну, в первую очередь, это, конечно, какие-то кальки напрямые. Ну, например, есть греческое слово «эф», формант такой, как бы приставка, ну, с значением «хорошо» или «благу» можно перевести. И это просто типичная модель. Допустим, «эфхористин» — это благополучие. «эфтихия» — это благополучие, «эфхористин» — это благодарить. «благоразумие», «эйне», «тео», «фео» — это «бога», значит, ну, тоже такая же приставка. Соответственно, мы видим вот эти слова, как «богородица», «богословие» и так далее. Они все образованы по одной модели, это просто кальки из греческого. «феотокос», «феология» и так далее. Ну, например, могут быть также кальки каких-то там выражений. Ну, например, вот «исполнить волю», «исполнить обещание». Вот до сих пор у нас в языке эти остались такие сочетания. А это на самом деле просто греческие. Значит, «плирун» — «фелема» — «исполнить волю», «плирун» и «посхесис» — «исполнить обещание». Ну, вот так вот. Были также конструкции, например, синтаксические. Вот, может быть, кто изучал цирконсостоятельности, вы помните, что там в самом начале обычно говорят, что был оборот дательный самостоятельный. И звучит он так. Значит, «и бывшу субботе ноча в соборе учите». То есть что мы видим? Мы видим причастие в дательном падеже краткое «бывший», то есть кому «бывший», «субботе», «дать субботе». И дальше у нас есть какой-то глагол «нача». Это аорист форма, то есть «он начал». То есть если это калькировать немножко на современный русский язык, то эта фраза звучала бы как «и бывшей субботе он начал в соборе учить». Это греческая конструкция, ну, я, как видите, небольшой мастак читать в византийский греческий, ну, в общем, просто вот мы видим текст, где то же самое, только это не дательный самостоятельный, а родительный самостоятельный. То есть конструкция с дательным падежом в греческом соответствует родительный. То есть когда это была суббота, он начал учить в соборе. То есть вот это переводится именно так. Вот эта конструкция нужна для того, чтобы передавать значение «когда было что-то, случилось что-то». То есть, как видите, сейчас нам нужно использовать отдельное слово, когда это будет отдельное придачное предложение, это более длинно, а вот в строковом славянском можно было этого, например, не делать. Но таких конструкций достаточно много, которые в живых славянских языках, в принципе, не встречались. Про образование. Давайте, я уже много чего сказал, и про греческое образование, и про русское. Давайте немножко посмотрим, какие были моменты принципиальные. Русское и греческое образование отличалось от латинского тем, что священный язык не преподавался грамматикой приводным методом. Вы все знаете, что это такое, потому что, скорее всего, вы так изучали любой язык в школе. То есть, это когда вы изучаете, ну, вам говорят правила какие-то грамматические, там, споряжения, там, склонения, переведите с английского на русский, с русского на английский. Это все грамматикой приводной метод. Он появился еще в античности. И латинский язык всегда преподавался именно так. А греческий язык и славянский язык так не преподавался. Вот. Почему? Я чуть позже скажу. Вот. И также русское образование отличалось от греческого и латинского тем, что оно, опять же, было сугубо религиозным. Кстати, что примечательно, не совсем любое латинское. Вот я буду дальше говорить про западных славян. У западных славян, хотя было обучение латыни, но оно все же было не настолько самостоятельным. То есть, тоже обучение языка у западных славян воспринималось как просто цель для правоверия. То есть, тебе не нужно изучать латинский вообще. Тебе нужно его знать, потому что ты таким образом как бы приобщаешься к вере, и все. То есть, вот видите, тоже было ограничение такое, что хотя вы можете читать по латыни самые разные тексты, но вас учат цельнооправленно читать только богослужебные тексты, и другого образования у западных славян в ранние века не было. Этим они чем-то были похожи на нас. Ну так вот. В чем же заключалось образование на Руси? Сразу скажу, у меня есть чуть более подробное видео, чем я сейчас-то излагаю, как на Руси учили читать и писать. Я показываю, как механизмы образования определяли то, каким у нас был в итоге письменный язык в течение многих столетий. Но сейчас коротко. Образование на Руси, которое проходили все. Ну, все, кто вообще был грамотный. Дети, женщины, неважно, ты будешь свежским человеком, будешь монахом и так далее, ты начинаешь с одного. Первое. Это чтение по складам. Сейчас посмотрим, что это. Ну, грубкое изучение букв. Потом. Заучивание наизусть писалтирия часослова. Сразу скажу, что это не такое грандиозное предприятие, как может сейчас показаться, потому что это несколько сот страниц и там, и там. Это было несколько проще делать, чем, например, нам, ну, современным средствам людям, потому что писалтирия часослова — это те тексты, которые ты каждый год много раз слышишь в церкви. То есть, если ты, например, с детства ходишь в церковь, то ты начинаешь учить там 6-7 лет, это наизусть, и ты уже эти тексты так или иначе знаешь. Это немножко проще было людям тогда это делать. Ну, и потом это разбор текста через вольный перевод учителя. Дайте по порядку, как то и другое все выглядело. Так. Значит, на экране вы видите новгородскую берестяную грамоту номер 201, и мы видим, что тут написаны просто буквы. Сначала буквы, а потом так называемые склады, то есть сочетание какой-то согласной с какой-то гласной. Известно, что эта грамота принадлежит мальчику маленькому. Вот. Ну, вот здесь расшифровка, то есть мы видим, что тут просто написано, ну, я не буду читать церковно-сландские названия букв, просто А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и так далее. Потом ДА, ЖА, ЗА, КА, ЛА, МА, НА... То есть видим, что это просто ученическое упражнение, ну, как там тетрадочка для, не знаю, не первым гласом, тетрадочка для детсадовца. Вот. Это изучали, буквы так изучали все. Потом, вот вы изучили буквы, изучили склады, вы научились писать самые разные слоги, а все же язык у нас состоит из слогов, ну, можно так посмотреть на него как минимум. После этого, значит, читалась крестообразная молитва. Упоминание о том, что она была задействована в образовании, у нас относится только к 15 веку, вот, но можно большей долей вероятности предполагать, что такова была традиция с самого начала, потому что какой-то символизм мы находим уже с самого начала. Ну, допустим, вот глаголическая звука, там буква первая, Аз, она просто выглядит как крест. Или прям буква И, Иисус. Она выглядит как рыба. Ну, видите, неспроста такая символика идет. В Терильце этого не было, но были вот такие вещи. И, как видите, она уже состоит из слогов. Соответственно, вам нужно ее тоже расписать. Вот. То есть тоже ученическое упражнение. Вот мы берем вроде простой механизм научиться писать слоги. Но нужно обязательно взять не абы что, не какие-то просто билиберду какую-то, а надо обязательно взять священный текст, чтобы вы уже, занимаясь этим, уже запоминали вот эту формулу, узнавали какие-то слова. Вот здесь, например, как видите, если здесь, не знаю, за них видно, слова написаны под титулами, то есть под сокращениями. Допустим, Господи, это ГИ. Вот. О Христе это ХЕ. Тоже надо было вот это все знать, запоминать, потому что, например, в церковь, зайдите в церковь, посмотрите, что на стенах написано, там вот эти титулы будут. Потому что сокращения, они очень важны для церковно-соянской книжности. Потому что многие слова часто повторяются, экономят место. Таким образом. И самое интересное, это как происходил разбор текстов. Ну, с точки зрения современного языка знания, это вообще разбором считать нельзя. Это вольный пересказ какой-то. Но, тем не менее, это помогает лучше понять содержание. Как это происходит? Есть ученик, есть какой-то человек, который знает, о чем текст. Ну, просто то, что ему, не знаю, ему уже сказали об этом. Или он сам как-то сообразил. И, соответственно, сначала читается по-церковно-славянски. То, что сейчас на экране, что я прочту, это просто, ну, пример из старообрядческой практики. То есть это вот до сих пор старообрядцы так учат. Запись 90-х годов. По-церковно-славянски. И как о ти имя есть? Как бы мы это... Вот если бы мы сейчас были изучать в церковно-славянске, там, в школе, в университете, нам бы сказали переведите. И мы должны были это перевести, типа. И как тебе, форма с дательным падежом, ти имя есть? Соответственно, это буквально так. А в литературном это, типа, каково ей свое имя. Вот это сейчас бы так было в школе. Как переводят это тогда? Как тебя звать, говорит. Все, давай, рассказывай. То есть, видите, сразу идет переход на сугубо разговорный язык, чтобы это было понятно простому человеку, там, ребенку. Дальше. Читаем текст. Святая же улита рече мучителями. Аз есмь улита от икония града. Ну, то есть, как бы это надо было сейчас перевести. Святая же улита сказала мучителю. Я улита из икония города. Как это переводится? Я, говорит, улита, меня звать из такого-то места. То есть, видите, даже не очень важно, из какого на место. Ну, потому что для смысла это не принципиально. Все равно там ребенок, он не знает, что такое икония града. Ну, поэтому, ну и ладно. И бежах тебе, аны есмь в твою руку. В твою руку. Я, говорит, от тебя убежала вот из какого места. А сейчас, говорит, опять в твои руки попала. Все равно не могла скрыться. То есть, видите, очень сильно разворачивается фраза для того, чтобы был понятен смысл. Потому что тут очень много каких-то емких слов. Типа, бежах тебе, ну, типа убежала от тебя. А теперь я в твоих руках. Ну, вот, может быть, ребенку это будет не совсем понятно. Ему надо пояснить, что вот кто-то там пытался скрыться, опять в руки попало. Все равно не могла скрыться и так далее. Вот такого рода было научение. Как вы понимаете, достаточно тяжело в таком случае освоить грамматические структуры, если их нет в родном языке. И вся наша средневековая книжность, она была освоена, письменный язык, была освоена именно вот таким образом. То есть, это приводит к тому, что если человек мало пишет и мало читает, он вот эти сложные грамматические формы, которые отсутствуют в разговорном языке, он их, ну, грубо говоря, с ошибками пишет. А понять, как все пишется правильно, с нашей точки зрения, грамматически, можно только через огромный опыт чтения и некоторую лингвистическую сметливость. Понятно, что это не у всех было. Дальше еще примеры. Теперь про то, как был устроен книжный язык. Я сказал, опять же, вначале, что у греков был стиль высокий и низкий, и это связано с разным отношением к античному наследию, к древним текстам. У нас, я сказал, что это распадается на четыре регистра. Ну и вот мы видим, что же это за регистры. Первый — церковные сочинения, то есть церковные, дальше летописи, я назвал это гибридный регистр, дальше документы, я назвал это, по-моему, официальный или приказной регистр. И последнее — это эти личные письма, надписи на стенах, предметах и так далее. И мы видим, что идет стрелка слева направо. Что же обозначает эта стрелка? Эта стрелка показывает, как уменьшается похожесть текстов по языку на вот этот первоначальный церковнославянский корпус, то есть что перевелить, там, Терилл и Мефодий. Почему? Очень простое объяснение. Вот вы хотите написать новое церковное сочинение, допустим, какое-то поучение. Или, например, жития какого-то святого. У вас уже много достаточно других житий написано, много других поучений, и для того, чтобы понять, как это писать, просто канон такой, образец, вы можете просто, по сути, даже копировать какие-то большие куски из жития уже прочитанного, в житие новое, которое вы пишете. Просто потому что сам жанр это предполагает. Жанр предполагает достаточно большую степень какой-то типичности изложения. Вам не нужно придумывать большое количество новых каких-то там слов, конструкций и так далее. Это нужно только в том случае, если, например, святое, о котором вы пишете, он вот жил в наше время, и надо изобразить какие-то нынешние реалии. Обо всем остальном уже когда-то было написано, и у вас как бы суть готова языковые формулы. Дальше. Летопись. Летопись — это текст, который составлялся, опять же, монахами. Он был, в первую очередь, как мы, например, знаем из трудов историка Данилевского, летописи писались для Господа, а не для людей. В летописях не излагалась история объективно, как сейчас, допустим, эта наука должна делать. Она излагалась так, как это должно быть с точки зрения священной истории. То есть, как мы видим, это что-то вообще действительно похожее по содержанию, допустим, на ту же Библию, местами, потому что в Библии тоже много исторических событий описывается, особенно в Ветхом Завете. Но понятно, что поскольку речь идет о нашем времени, мы уже больше тоже вынуждены передавать какие-то наши реалии. Там, князь, гридень, я не знаю, как они там, карела, весь, ну и так далее. То есть много каких-то наших слов. И, соответственно, регистр остается примерно то же самое, но с большим количеством вот этих новых разговорных вкраплений, которые описывают наши реалии. Дальше. Документы. С документами еще проще, потому что здесь язык преимущественно бытовой. Более того, документы должны быть понятны тем, кому они озвучиваются, если это, например, в суде кому-то что-то читает. Поэтому они желательно должны быть на языке близком к разговорному и так далее. Если вы посмотрите такой текст, как «Русская правда», самый известный наш древний такой свод законов, то мы увидим, что там все написано очень вот по-древнерусски, то есть там крайне мало каких-то церковно-славянских элементов. Просто то, что они там не нужны, неуместны. И самый крайний регистр в этой схеме – это бытовое письмо. Там, понятно, когда вы пишете личные письма, у вас вообще нет никакой нужды ориентироваться на священные тексты. Вы пишете для своих, на своем языке, о котором вы разговариваете. Ну так вот, как я сказал, эти регистры не очень сильно пересекались с изучением бытового, которым владели все, просто потому что монах пишет. Летописи и церковные сочинения приказчик пишут документы, и они не обмениваются никогда работами. Ну вот я здесь надеялся, что будет хорошо видно. Я, дайте, не буду читать все, просто скажу, что это такое. На экране вы видите фрагменты из «Повести временных лет» как раз и о призвании варягов. Вот тут о чем в прошлой лекции упоминался у Клина Александровича. Прочту чуть-чуть. Ну и так далее. То есть вот это известный вам сюжет «Призвание варягов», просто подробно расписанная повесть в летописи. Что теперь происходит? Ужасно, ничего не видно, конечно. Но в общем, тогда просто зрительно сами это представьте, что красным таким светлым светом должны были быть выделены слова церковно-славянские по происхождению, а синим формы какие-то древнерусские. Ну, например, я их чуть дальше себе выписал. «Изгнаша» — это форма южнославянской, потому что приставка «из». Если вы сейчас обратите внимание, какие у нас слова с приставкой «из». «Изволить», «испить» и так далее, у них вся какой-то высокий регистр. Это неспроста, потому что таких слов в живом древнерском тене, это все словенизмы. А как по-русски, соответственно, сказать? Не «изгнаш», а «прогнаш». Ну как у нас «прогнал». А «изгнал» — это, заметьте, что-то стилистически более высокое до сих пор. Или, например, тоже «избравшися», «выбравшися». То есть достаточно типично южнославянские слова с приставкой «из» заменяются на «вы». «В себе» — это церковнославянизм, а «русизм» был в «собе». Ну как в Украине сейчас «собе», например. «Владети» — «володети». Тоже мы видим разницу. Вот там «власть», «владимир» и так далее. Это церковнославянские формы. А вот, например, «волость», «володеть», «володимер», как в украинском, где сейчас остались эти формы. Это формы русские. Ну и так далее. То есть вы видите просто список. Вот «яку», «каку», «рикоша», «сказаша», «привея», «первея», «раздая», «роздая», «грады», «городы» и так далее. То есть просто некоторые примеры морфологические. Там суффиксы корней, вид корней и так далее. Какие-то сочетания. Какие были у южнославян, какие были у восточных. И если мы вернемся к вот этому тексту, мы просто заметим, что тут реально вот как-то наполовину. То есть встречаются и такие формы, и такие. Человек непроницательный, он бы сказал, ну, писец был какой-то глупый, он мешал один язык с другим и так далее. Но это взгляд такой современный и не учитывающий того контекста. В то время как раз и все совершенно в порядке. Потому что человек освоил вот этот книжный регистр под церковным сочинением, и там, где он может упомянуть что-то, что уже описывалось, допустим, в Библии, он скопирует это из Библии, грубо говоря. Ну, по памяти скопирует. А если он не может это как-то сказать, то он будет использовать русские формы. Более того, не забываем, что всегда такого рода система, она дает большое количество синонимов, что с точки зрения писателя уже хорошо, потому что так есть возможность не повторяться. Где-то скажешь, что кого-то изгнали, а кого-то прогнали. И как будто бы два разных слова употребил. Если бы у нас не было вот этого соединения двух стихий, что ли, так бы просто сказать было нельзя. Так, ну вот тоже небольшой тоже эксперимент это такое для вас. На экране вы видите Савина книга. Это одна из древнейших старославянских рукописей XI век, где отдельные страницы сделаны явно южнославянским писцом, и они более древние, чем восточнославянский. Я взял как раз и такую страницу. Это у нас фрагмент, по-моему, Евангелия Теана был, да? Так, простите. Ой, куда все летело? Вот, да, действительно, Евангелие Теана, глава 17. Ну вот, что мы видим. Я не буду читать по-старославянски, ну то есть начало только. «Вона время, везрев Иисус, очима своими на небо и рече. Отче, приди час, прослависи сына». И так далее. Вот, перевод такой. «После сих слов Иисус возвелся очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякую плотью. Да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Вот, соответственно, исходник таков. Я надеюсь, что будет что-то видно. Нет, тут, по-моему, не видны, к сожалению, эти выделения слов. Ну, я просто доскажу словами. «Время» — это южнославянская форма, такая же, как там, допустим, шлем. А должно быть «веремя», а также, допустим, шлом. Итак, «берег-брег». Потом, тоже, видите, «возрев». Мало того, что корень такой немножко зреть, какой-то возвышенный. У нас как «смотрите, глядете» должны быть наши восточнославянские слова. Корень не тот. Потом еще «возрев Иисус». То есть это у нас… Сейчас мы сказали, что это депричастие. В Дрюнинском было причастие, в старсавянском тоже как-то немножко. Это не по-разговорному использовать такие формы. Приставка «воз» высокая. Что еще тут нас может смутить? Вот. Тоже «даст ему власть всяция плоти». Тоже, видите, очень возвышенно это сейчас звучит. Что же можно сделать? Сначала, я просто для того, чтобы вам показать, насколько русский язык, восточнославянский и старсавянский могли различаться. Сначала мы можем просто формальные вот эти вещи убрать. То есть мы заменим время на «веримя». Будет. Значит, потом мы, допустим, заменим власть на «волость». «Всаться я» заменим на «всякое». Ну, то же самое, что наше «всякое». «Жизнь вечная» — это «живот вечный». Слово «жизнь» — это у нас славянизм. И так далее. Можно сначала такой вот замен. Можно окончание заменить. То есть, видите, здесь окончание твердое — «даст». А здесь окончание мягкое — «дасть». Как в современном, опять же, украинском языке это более архаичная форма, чем у нас в русском. Но это как бы немножко такая липа. То есть мы просто берем текст, написанный… Ну, представьте себе, что мы переводим с английского на русский. Нет, мы переводим, допустим, с чешского на русский и просто пишем как бы по-чешски, но русскими словами. Это не будет русский язык в полной мере. Это будет его какая-то имитация. Чтобы сделать по-хорошему перевод на русский в полной мере язык, нужно поменять всякое. И вот смотрите, как я предлагаю это сделать. То есть в исходе… Нет, нет, тоже как-то смешение языков. Это когда у нас люди не могут усвоить какой-то один литературный стандарт, и они говорят частично на нем, частично в своем родном идиоме. И это только про устный язык, так можно говорить. Сейчас давайте не отвлекаемся на это. То есть видите, какой слог наверху? «Вона время, возрев Иисус отчима своима на небо, и рече отче. Тем временем поглядел Иисус своему отчима на небо, а поведал». Дальше. Церковь наславянский. «Приди час, прослависи сына, да и сын твой прославит тебя. Як ожидаст ему власть вся ция плоти, да все ожидаст ему, даст им жизнь вечная». Сложно прям совсем. А вот можно немножко попроще это сказать, как бы для русского человека попроще. Значит, пришла доба, ну как пора по крайней мере тоже, прослави же си сына, а твой сын прославит тебя. Вдал же бои си ему в державу всякое тело, а всему что-то вдашь, ему вдаст вечный живот. Вот по древненовгородстве так уже звучит. То есть видите, синтексис разный, очень многие слова пришлось поменять. Пришлось вот эти инверсии убрать. Сын твой, твой сын. Вот это И повторяющее. И, 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 И. Это не очень характерно было для древнерусского синтексиса. У нас было скорее А, 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 А. То есть предложение нанизывается через такой союз. Не с простого мы сейчас, например, очень часто начинаем предложение с А типа. А вы знаете, что я вам скажу? Вот если вы так написали там в школе, скорее всего, вам учительница это исправила как какую-то стилистическую ошибку. Для нас до сих пор коробит, как будто бы, что мы в письменной языке видим предложение, начинающееся с А, если это не противопоставление. А для древнерусского языка это типичная ситуация. Вот как видите, по сути, чуть ли не два разных языка. Но неудивительно, потому что южные славяне и восточные, они разошлись генетически просто примерно. Потому что такое вот причастие, оно... Значит, я приди, заменил на пришла, потому что Аорист тоже, он в разговорной речи в Древней Руси не употреблялся. Это была книжная форма, примерно как французская посессампля, которую французы понимают, что это такое, но они так не говорят. Вот в Древней Руси было то же самое. А с этой формой пришла, это как и сейчас пришла. То есть то же самое прошедшее время с тем же самым, по сути, значением. Оно уже в XII веке приобрело такое значение, как сейчас. Видите, я постарался максимально приблизить текст к разговорному. Если бы у людей стояла такая задача, то они бы писали вот так, как я внизу написал. Но такой задачи не стояло. Про южных славян. Переходим уже, вот пришли к теме влияния южнославянской книжности на нашу. Почему они? Ну, думаю, какие-то вещи очевидны, что, ну да, просто южные славяне ближе к грекам географически, они раньше были крещены. Вот конкретно, например, Болгария была крещена в 863 году. То есть за 25 лет до Руси. Потом... Да, 100, да, 125, прошу прощения. Вот. Славянский книжный язык, церковнославянский, как я сказал, он был основан на вот южнославянском, конкретно диалекте города Солуни. Солуни — это нынешний Солоник, это вообще Греция. Вот. И также болгары давали Руси переводы, переводчиков учителей по одной простой причине. Когда Русь крестили, у них уже все это было налажено давно. У них уже давно были свои переводчики и школы, давно были свои какие-то, ну, системы подготовки учителей, в том числе миссионеров и так далее. И когда Русь была крещена при князе Владимире, то эти люди, в первую очередь южные славяне, они поехали к нам работать. Ну, какие-то греки, конечно, тоже были. Ну, и что важно дальше для книжности. Как избавиться от вот этого южнославянского влияния? Переводить самому с греческого? Возникает вопрос, а могли ли вообще переводить у нас сами? Ну, если совсем коротко, да, конечно, могли. Были переводы, сделанные явно восточными славянами, что видно, в том числе по той лексике, которую они употребляют, по тем формам грамматическим, которые они используют. Но количество и качество несравнимо. Вот. По причинам, опять же, о которых я уже упоминал. Как минимум, для того, чтобы переводить с греческого, вот с высокого хотя бы, нужно знать отдельный язык, вот этот книжный греческий. Потом, ну, ладно, если ты хотя бы, допустим, ты киевлянин, ты общаешься с греками, которые приехали сюда, тут работают, служат и так далее, вот, ты можешь выучить разговорный язык. Или если ты, там, торговец, ездишь в Константинополь, тоже выучишь разговорный язык. Вот. Это не то же самое, что даже вот этот астетический книжный язык, я уж не говорю про высокий. То есть просто недостаточно квалификации. А где изучать это? Где изучать греческий язык? В общем, с точки зрения вот инфраструктуры, логистики, все было очень плохо. И во многом влияние каких-то вот этих греческой высокой культуры, вот этих греческих переводов напрямую, минуя южнославян, оно происходило, ну, как совершенно эпизодически. Какой-то отдельный устав, отдельный текст там. Или, например, монета приходит, на которой написано что-то по-гречески, и вот у нас там князь ее решает. А переведу-ка я и сделаю свою монету, и будет написано так про меня. Вот. В таких частных случаях это было, но глобально у нас никакой системы перевода с греческого не было. Ну и вот некоторые любопытные тоже цитаты хотел показать. Вот. Феодосий Печерский. Это у нас Киево-Печерский, Чиево-Печерская лавра, первый век христианства. Значит, Феодосий Печерский, желая вести в свои обители студийский устав, то есть новый монастырский устав, обратился, согласно его житию, к жившему в Константинополе в монастыре Скобсу Ефрему, чтобы, ну, по-церковному славянски, довесь устав студийского монастыря и списав, пришлет ему. Понятно. То есть он напишет устав, пришлет. Дальше. Комментарии следователя. Шла ли речь о греческом тексте или о славянском переводе из текста неясно. Когда устав прибыл, Феодосий велел, цитата, почисти его перед братьями, почитать. Явно не по греческим, потому что они бы не поняли. Следует ли отсюда, что Ефрем достаточно знал греческий, чтобы перевести устав в Константинополе? Или он заказал этот перевод какому-то знатоку греческого? Или перевод уже был сделан в Киеве? Этого мы не знаем. То есть вот все предположения о том, что кто-то где-то мог что-то переводить именно на Руси, например, в Киеве с греческого, там, на этот книжный язык, они все гипотетичны. То есть нет ни одного прямого свидетельства, что вот этот человек был восточный славянин, и он в Киеве перевел этот текст греческого на славянский язык. Такого нет ни одного случая в раннюю эпоху. Или вот еще тоже любопытный пример. Достоверное свидетельство находим у киевского митрополита Никифора, грека. То есть он киевский митрополит, но он грек по национальности, соответственно, греческий его родной язык. Он славянским языком владеет, видимо, как-то так, чуть-чуть. В его поучении, значит, в неделю сарапустны. Он говорит о том, что его паства накануне Великого Поста заслуживает вели их поучений. Ну, то есть он говорит, что надо сделать какой-то, почитать текст перед ними. Вот, он говорит, да, значит, он жалуется. Не дан ми бысть дар язычный по божественному Павлу, котем языком творите ми поручения. И того ради безгласен посреди вас, стоя и молчу много. То есть что он говорит? Что у него нет вот этого дара, как у апостола Павла говорить на всех языках. И поэтому он, ну, у него нет, вот как бы, он не способен читать проповедь на славянском языке. Вот, и он будет стоять просто молча тогда. То есть нужно что-то с этим сделать, он жалуется. Ну и в итоге, значит, таким образом, Никифор для того, чтобы сообщаться своей паства, писал свои проповеди. Что писал свои проповеди, а не произносил вслух. Это означает, что кто-то их немедленно переводил, и это свидетельствует о существовании переводческого с греческого в окружении митрополита. Ну тоже вот какой-то случай вот один, ясный, не до конца понятный. Ну вот так вот. Сейчас, у меня уже лекция заканчивается, сейчас будет большое время на вопросах. А, вот тоже еще интересный пример в отношении образованности. То есть, как мы помним, для образованного человека в Византии, гуманиста, образованность — это серьезно. Это мало того, что это просто умение правильно писать, не путать слова, в орфографии не путать, так это еще знание античных авторов глубокое, умение какие-то цитаты из античных философов приводить к месту, устроить какую-то языковую игру и так далее. Ну помните, как вот этот Псел писал, так витиевато достаточно. Это еще его простой текст, я почитал там хитро. Вот. Тоже. Очень интересное, хотя и трудно интерпретируемое свидетельство, дает уже цитирующееся житие послание Климента Смолятича. Это XII век. Священнику Фоми. Климент, о котором в Ипатийской летописи говорится, что он «бысть книжник и философ, так як уже в русской земле не бяшут». Здесь не бывает людей, в русской земле не было. Он защищает образованность от нападок Фомы, который упрекал Климента в гордыне. Вот, внимание, вот тот самый момент, когда человек-священник плохо относится к образованности вообще, потому что образованность, она как-то у нас там связана с изучением античных авторов, то есть бесов. И вообще это как бы, ну, через ум Господу не придешь, это только мешает. Вот. И что пишет Климент? Ну, я не буду долго читать по церковному славянски. И вот он просто говорит, что припоминает учителя Григория, который был святой. Значит, хочу типа не судить его, а истину просто вам изложить, что Григорий знал Альфу, как и ты, Виту подобно, и всю 24 словес грамоту. И так далее. И значит, вот один, я там у свидетеля, один человек может говорить Альфу не 100, не 200, не 300 или 400 раз, Виту так же. Значит, немножко путно, но смотрите, что мы сразу видим. Перечисляются буквы, Альфа, Вита, потом говорится их количество, 20 и 4. 24 буквы у нас только в греческом алфавите. Вот. И дальше, значит, Иже может единорещи Альфу, не реку, на 100 или 200 или 300 или 400, а Виту так же. Имеется в виду вот эти самые списки слов, написания которых надо запомнить. Сначала там столько-то слов, там несколько сот на Альфу, потом там еще столько слов на Виту. Но это некоторое преувеличение, конечно. То есть либо в эти антистихи добавляются какие-то другие трудности, не только орфографические. Например, знаете, точное значение слова. Либо это преувеличение. Но суть в том, что здесь в качестве доказательства того, что какой-то человек был образован, и это хорошее образование, приводится в то, что человек понимал, в чем различается написание слов и произношение. Просто списки слов знал. Глубоко ли это достижение? Нет. Это школьное образование. Но для человека, который вот в этой среде находится, в православной, в этой монашеской и так далее, это достаточно серьезное образование, потому что его они получить сами не могли. Если они не обучались в Греции, они не проходили вот этот курс, ну, схедография называется, не проходили этот курс запоминания антистиков. И, соответственно, для того, чтобы писать грамотно по-гречески, какой-то там православный человек, славянин, чтобы он мог это делать, ему надо было просто очень-очень много читать. и самому как-то эти правила выявлять. Ну вот. Так, я говорю, Глебс уже почти заканчивается. Да, чуть-чуть совсем про западных славян. Значит, каким они тут вообще боком? Мы-то знаем, что вроде западные славяне — это все у нас католики. Ну или протестанты уже в наше время. Как мы помним, Кирилл и Мефодий, они, хотя были болгарами, они, по сути, все, чем они известны, они придумали и начали пропобедовать впервые в Моравии, то есть в нынешней Чехии. Вот так называемая была Моравская миссия. То есть они по просьбе Моравского князя приехали туда, ну, видимо, изучили, как там люди говорят, какая там вера у них, а они уже были крещены. И для этого они придумали там, как раз-таки для них церковнославянский язык, а именно просто перевели там эти тексты. То есть, как мы видим, сами начало церковнославянского языка, они чисто географически были где-то у западных славян. Они придумали им алфавит, который называется глаголица. То есть, как мы знаем, есть глаголица и стерильца. Терильца — это, как мы сейчас пишем, глаголица — это вот такой витиеватый алфит с большим количеством дужек, кружек всяких, который сейчас почти нигде не используется, с заключением некоторых церквей в Хорватии. Ну и ладно, в интернете некоторые любители так умеют писать, но это уже наше изобретение. Непрерывная традиция почти нигде не сохранилась, кроме Хорватии. Ну и, соответственно, этот текст на церковном славянском просто вот этой письменностью, которую как раз-таки придумали Кирилл и Мефодий. То есть, Кириллицу придумали не Кирилл и Мефодий, вопреки названию. Наиболее способная версия, что Кириллицу придумали якутничные ученики, а именно Климент Ахридский. Ну, это в сторону. И, казалось бы, какое-то очень неустойчивое положение, потому что вроде они крещены по западному обряду, вроде как они подчиняются папе римскому. Князь там, ну, как бы, да, он католик, но он немножко так лавирует в плане политических союзников. Он, например, не хочет сильного давления со стороны немецких каких-то епископов и так далее. И он решает сделать такой ход конем. Давайте, чтобы быть более независимым в церковных делах, я для своего народа славянского позову людей, которые смогут им разработать особый язык, чтобы было богослужение на их языке. И сейчас это звучит достаточно экстравагантно, потому что мы привыкли к тому, что если католики, то это латынь, если православный, это церковно-славянский, либо ладно уж, какой-нибудь другой славянский язык современный. Протестанты на другие языки переводят. То есть вот закрепилась такая вот коннотация, что латиня, они ревнуют свой язык, они не позволяют переводить на другие богослужения. То есть до 20 века они достаточно строго придерживаются этой позиции. Но нюанс в том, что тогда это еще не было так твердо устоявшимся. То есть не было вот этой жесткой связи между конфессией, обрядом, которым проводится, и языком, на котором проводится. То есть ты можешь быть католиком, у тебя обряд может быть западный, римский, но это может быть на церковно-славянском языке. Можно предположить и обратное, что у тебя будет обряд, например, православный, при этом ты можешь быть скорее в юрисдикции какой-нибудь западный, и служить ты можешь, например, на греческом языке. Это более экстравагантно, но, по-моему, все эти комбинации, они в разное время хотя бы в каком-то одном монастыре встречались. Просто потому, что в монастыре, допустим, могли быть и греки, и славяне, и немцы, и каждому из них удобнее слушать богослужения на своем языке. Точно так же, как, например, в Киеве, на самом деле, в раннее время было богослужение и на греческом, и на славянском языке. Остались Софии Киевской надписи на греческом, причем они какие-то концентрированные. То есть, по всей видимости, славяне стояли в одной части храма, и им как бы там пели на славянском, а в другой части храма стояли греки как-то компактно, ну, свои со своими, и им либо отдельный какой-то голос пел на греческом, либо они чередовались. И это было совершенно нормально, потому что еще не случилось разделения церквей. Как мы знаем, вот эта великая схизма, 1054 год, когда вот окончательно католики порвались с православными, там Папа Римский проклял патриарх, лучше как бы от церкви патриарха и наоборот, это случилось чуть позже, на 200 лет после описываемых событий. А до этого все было чуть более просто и прозрачно. Соответственно, контакты между восточными и западными славянами были проще. Ну, и в том числе был такой персонаж, тот самый, которого убили пруссы, святой Войтов, который занимался организацией, как минимум, в некоторых монастырях церковной жизни, богослужения, и он, будучи славянином, ну, конкретно чехом, моравом, можно сказать, он понимал, что, видимо, это хорошо, когда славяне все служат на одном языке, им более понятное богослужение и так далее, а кто придумал этот язык, люди из Константинополя или из Рима, это не так важно. Поэтому в течение вот этого времени существовало славянское богослужение, были какие-то тексты, церковнославянские написанные в Чехии и так далее. Вот. Ну, потому что вот все это тогда полагалось чем-то более и выгодным, и практически, наверное, хорошим, что ли, с точки зрения усвоения веры, а более выгодным политически. Вот. Потом был так называемый Сазовский монастырь в Чехии. Это самый известный центр церковнославянской книжности, то есть самое большое количество текстов, которые были написаны в церковнославянском Чехии, были написаны там. Но, к сожалению, опять же, после этого раскола церкви начались гонения на церковнославянский язык, соответственно, в западном католическом мире, и в 1080 году благослужение на церковнославянском было запрещено, а через 16 лет еще монастырь вовсе был переден бенедиктинцам, и на этом традиция церковнославянского языка у западных славян прервалась. Но, тем не менее, обратите внимание, она существовала 200 лет. Это не могло пройти бесследно. Вот. У кого же было вообще западнославянское влияние на древнерскую культуру, ну и книжность в частности? Ну, например, такая вещь, которая нам кажется типичной просто для Древней Руси, с одной из первых человек, мы вспоминаем про книжность, что были летописи. А летописи — это не византийское изобретение. Вот что вот просто по годам мы записываем, что к чему, это западноевропейская хроника, которая, по всей видимости, восточнославянскими книжниками была заимствована у западных. То есть модель была взята та. Если бы мы заимствовали греческую модель, мы бы скорее писали что-то более такое билетаристичное и более обобщающее. То есть что-то похожее на современный учебник истории, например, а не где по годам все просто расписано вот как по список. То есть вы даже можете знать этот момент, что если в какой-то год ничего не происходило, в летописи все равно ставили дату, а потому что должна быть. Это вот такая модель для хроники. Потом был общий для Руси и Западных Славян святых князей и страстотерпцев. Это, собственно, Борис Глеб убиенный, это Людмила Чешская тоже. По сути, мы описываем политические убийства. То есть сейчас вот тоже, как мы знаем, святой и страстотерпец Николай II тоже, по сути, это политическое убийство было. Но поскольку человек, он как бы не сопротивлялся прям активно своей смерти, плюс он был сильный верующим и так далее, в таких случаях стало полагаться таких людей тоже прочитать к лику святых, и эта традиция не византийская, византии такого не было. А вот и у западных славян, и у восточных такое было. Ну и чуть-чуть у Сканинау что-то похожее встречалось. Там церковная десятина, например, считается, что это тоже, в общем, западнославянская схема у нас была, ну и так далее. Конкретно про переводы можно назвать какие-то отдельные тексты, которые были известны, как у западных славян написаны на латыни, так и переведенные с латыни соответственно ходящие либо вот в Моравии, либо у нас, например, «Житие святого Вита». Это тот самый, у которого были «Пляски святого Вита». Такой вот известный пример. Нервное какое-то заболевание было, но из-за того, что люди не знали, что это такое, казалось, что человек как кто-то интересный, там и держим бесами. Вот это тот самый вид. Его же «Житие» было известно на Руси. Потом «Беседы папы Григория Великого». То есть тоже «Беседы папы римского» на церковно-славянском. И этот текст мало того, что он просто где-то циркулирует, читается, он читается еще хорошим текстом. То есть душеполезно такое читать. А потому что еще православные католики не так сильно поссорились. И примеры просто на уровне языка. Вот не было такого глубокого проникновения, как в случае греческого, когда мы находим влияние западно-славянских языков или западно-европейских, там и в синтаксисе, и в какой-то сочетаемости и так далее. Но отдельная лексика свидетельствует о том, что контакты ощутимы были, и они были тесными. Ну, например, слово «поган», ну, поганый отсюда. Это «язычник», это латинское слово «поганус». Вот по-пользу тоже «поганый», до сих пор язычки есть такое слово. «Оплаток» — это латинское «об датум причастие». «Рака», ну, здесь гроб, где лежат мощь святого, это как арка, гроб, ковчег латинское. «Паломник» — это латинское «палмариус». Вот дальше идут сугубо уже западно-славянские формы. «Мних, мних, мша», это, как видите, по-пользу тоже «мних, мша, почешьте». То есть, соответственно, это у нас монах и месса. Это говорит о том, что какие-то твердые контакты между западными и славянными восточными были. Но, да, к сожалению, это все прекратилось в XI веке. Итоги, к сожалению, я не могу, конечно, подвести, наверное, все итоги, которые я хочу, потому что, видите, у меня лекция очень насыщенная, и я думаю, что все достаточно трудно запомнить и собрать вместе. Ну, наверное, некоторые вещи, которые я бы хотел, чтобы у вас остались в голове после этого. Русская книжность, древневская культура это не какой-то слепок с византийской своего времени, который мы начали развивать, а это развитие лишь определенного ее кусочка астетической традиции, которая была, ну, обладала своими характерными приметами, но самая главная из которых была это пренебрежение античным материалом. Потом, что образование в Древней Руси это было не то же самое, что образование на Западе и даже не то же самое, что образование в Греции. У него не было какой-то своей внутренней цели, просто чтобы люди были образованными ради чего-то. Оно было нужно просто как средство к тому, чтобы человек быстрее склонился либо к православной вере, либо начал в ней уже разбираться. То есть катехизация. И последнее, ну, последнее на этом слайде, что структура славянского книжного языка, она определялась механизмами обучения. То есть, что люди изучали псалтырь чистослов, что они изучали буквы и склады, которые, некоторые из них, вот помните, одна герва орфографии читались одинаково, и это влияло на орфографию и так далее. У нас все было слишком завязано просто на процедуру обучения. А у греков, например, была своя традиция, как орфографическая, так и языка как такового, во всех его формах. Ее нужно было отдельно изучать. Вы ее, как бы, с кондачка просто так не усваивали, просто пока изучаете буквы. То есть она была более сложно устроенным. Так, что там поменялось-то? Да, вот. Да, просто, да, почему-то пропал один слайд, но, видите, в последний момент мне надо было везде увеличивать шрифт. Ну, вот так. Ну, давайте, наверное, на этом и закончим. Все, кажется, самое важное, я сказал. Я надеюсь, что... Редактор субтитров А.Семкин